Приветствую вас. Есть такое, в общем, понятие, как любовная зависимость, и у вас, по вашему описанию, именно она, любовная зависимость. У любовной зависимости, в общем-то, не так много причин, таких, общих, вот, но эти причины, они пораждаются куда более глубокими процессами человеческой психики, в том числе, в том числе, в детстве, вот. Это такая очень важная история. Вот. Значит, первая причина возникновения любовной зависимости, это, по-видимому, идеализация. Идеализация человека. То есть, приписывание человеку тех качеств, которых у него, допустим, изначально нет. И понятно, совершенно понятно, да, что происходит это не случайно, происходит это не просто так, происходит это, потому что, ну, есть определенные процессы, вот, которые, как бы, отвечают за идеализацию, вот, и связаны они с тем, что те качества, которые мы хотим видеть у себя, вот, мы видим в другом человеке, и из-за этого в нем нуждаемся. Вот, это первое. Да, поэтому, те качества, мы, мы в себе хотим что-то видеть, мы в себе хотим что-то наблюдать, да, вот, но, мы в себе это запрещаем, сами в себе, ну, а за счет другого человека мы это делаем. Такая вот история. Значит, соответственно, нужно увидеть, что именно вы, эээ, хотите, чего вы хотите. Лот, ну, от этого человека, что вы, что вы ему приписываете, эээ, приписываете. Какие, какие? Какие вы приписываете ему, ну, значит, качества, чистоты, характеристики, вот это все, да. Вот, и дальше подумайте, как вы можете это сами реализовать. Второе. Это мысль о том, что никогда такого человека не найду больше. То есть, вот такой человек будет, да, все, больше я другого человека не найду. Ну, в данном случае можно говорить о неком таком страхе, да, страх остаться в одиночестве, к примеру. Вот, о нем я скажу чуть-чуть позже. А, и, в общем-то, это тоже очень важный мотив, который подстегивает к тому, чтобы стремиться испытывать такое вот увлечение, тягу к человеку. Следующий момент, который также имеет место всегда, практически, если мы говорим про любовную зависимость, это момент, связанный с тягой. С тягой. Это определенная тяга к человеку, да, вот вы тихотеете к объекту, там, своей любви, условно. Тягу нужно раскрыть. То есть, мне необходимо именно раскрыть, раскрыть тягу, что она, тяга, из себя представляет. Какая она, тяга, это, да. Это влечение, это желание, но это ваша потребность, это ваше желание. К человеку отношения это не имеет. Вот. В целом, в целом любовная зависимость входит в общее понятие созависимости. А созависимость, 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 возникает тогда, когда человек не реализовывается сам, по себе. Когда человек не реализовывается. Когда человек не уверен в себе. Когда человек не чувствует собственной значимости. Когда человек боится одиночества. То есть, он не принимает себя таким, как он есть. Да, не прислушивается к своим чувствам и не имеет собственного смысла в жизни. То есть, вас, вот видите, вы описываете так, что для вас важны люди. Вам важны люди. С которыми вы взаимодействуете. То есть, это может быть, вот, любимый человек, да. Это могут быть другие отношения. Но это люди. А вы где? Где? Вот вы сами. Где вы сами? Где вы сами? Вот нет, нет ощущения, да, что где-то вы сами, как бы. Понимаете? Какая история. И вот раскрытие собственной ценности, что называется, и является первостепенной задачей для вас и для психологов. Чтобы вы больше ориентировались на себя. Чтобы вы познавали себя. Чтобы вы брали ответственность за свои действия, за свои поступки, за свои желания. Чтобы вы не ждали, не ждали, да, что человек будет вас удовлетворять как-то, ну и так далее. И так далее, да. Вот примерно так. Примерно такая история. Примерно такой момент. То, что хотел вам сказать. Да? По поводу. По поводу этого. А вот, в принципе, что делать. Вот. То есть, как бы, раскрыть понятие любви Дмитрия. Дмитрий нужно. Раскрыть понятие души Дмитрий нужно. Что такое любовь, по вашему мнению? О любви ли вы говорите? Потому что тут, как бы, ну, не совсем любовь. Ну, тут не совсем, да, вот эта вот история. Понятно. Кхм-кхм. И так далее. То есть, вот эти моменты, их нужно разбирать. Все. Вот. И тогда я помогаю успокоиться. Да, успокоиться. Вам будет лучше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.